здравствуйте дорогие зрители это канал охотники за брендами и с вами снова Наталья и Ирина и этот выпуск мы проведем из винтажных магазинов Риги и посмотрим что-то интересное может быть платье может быть сумки что нам удастся сегодня найти вспомнишь такой винтаж ведь это понятие изначально употреблялось французскими виноделами и обозначало применялось оно для элитных сортов пина с длительным сроком хранения но позже так стали называть любые предметы которые обладают ценностью и эксклюзивностью ну а что касается одежды это понятие применяется к тем предметам которые произведены не менее 20 лет назад ну а в принципе это одежда которая выпускалась с 20-х по 70-х года хорошего качества желательно если это какая-то дизайнерская одежда такие вещи тогда уже ценится достаточно хорошо ну и вот сейчас пролистывая эти вешалки с одеждой вы все обратили внимание на то что это настоящее буйство красок настолько яркие настолько оригинальные настолько красивые вещи которые каждую можно брать в руки и рассматривать отдельно ну вот посмотрите какие очаровательные шляпы нам удалось найти хотелось их примерить видите как интересно они выглядят несмотря на то что шляпы эти в принципе для баварских костюмах когда в германии проводятся национальные праздники то очень много народа которые приходят на них одевают национальные костюмы баварские вот такие шапочки как раз для таких случаях видите там стеночки кстати довольно много штаб конечно все мы их не померили но некоторые захотелось примерить и даже вот такую небольшую шапочку она даже сейчас применяет она тогда сказала что это шляпа шипокляк мы вместе с ним посмеялись мы возвращаем ее на место и все шляпы которые здесь представлены выполнены из натуральной шерсти и стоит 6 евро каждая вот сейчас как раз мы видим ценник такие интересные шляпки вот в магазине видите в каких количествах представлены можно выбирать любую какая вам нравится на любой вкус сейчас мы рассматриваем подушечку очень интересную скорее всего что расписано на вручную и двух сторон сюжета разные и стоит это подушечка 6 евро но возможно что стоимость ее достаточно высокая потому что это ручная работа вот так вот у нас тут подает кофе с чашкой кофе с чашкой кофе с чашкой кофе и со шляпкой вот это синий это что это у него какая-то какой-то мешочек или это просто внутри она вручную сделано ручки из натуральной кожи сделано сделано из натуральной салона вот такая вещичка скажи дунышка какой интересный такой вот с такими штучками то есть она абсолютно не смотря на то что обычно в таких магазинах бывает очень много разного текстиля на сей раз нам ничего такого интересного найти не удалось вот кроме таких салфеток которые скорее всего будут использоваться на пасху таки пасхальные зайчики курочки с вышивкой вышивка сделано очень качественно настолько тонкая работа я не знаю вручную это сделано или это фабричная работа но очень высокого качества изделия это чисто такие наши это чисто на пасху да это чисто на пасху да почему на катарическую курсу ну вот ну вот смотрите вот зашли в линтаж да и сегодня идет распродажа там никаких то там нет брендов и вот вам пожалуйста сумка от Валентины черная от кожи мая вот конечно она уже старая модель она в общем ты ее не возьмешь стоит она сегодня 8 евро на сегодня 30% скидки то есть она 5 с копейками будет она видится уже к сожалению с дефектами я думаю что она уже давно была продана если бы у нее не была дефекта ну да иначе у Валентины не было бы здесь рядом Валентина поэтому ну все таки посмотрели хотя бы глазками хотя бы глазками по щелку это точно ребята зашли в линтажку и просто не удержались да посмотрите какая прелесть это точно финская какая-то сумка потому что они фанатами троллей компании клипа но мы сейчас конечно проверим что это такое что это за клипа такая ну обыкновенная да как бы сумка 6 евро минус 30% скидки сегодня она будет там стоить 4,20 пампуном еще да вообще просто ну вообще шедевры а вот еще одна смотрите тоже валеная шерсть это все ну это уже просто делается вручную представить каждый вот этот кружочек свалять перешить и шить куртку с длинными ручками тоже тут такой милый пункт слушай это такая же наверное фирма ну я фирмы не вижу сейчас посмотрим откроем знаете вообще такие вещи они просто тут молния как поднимают настроение да ну тут фирмы нет на 8 евро но очень похоже по стилю на эту или посмотрите вот на эту там винтажную сумку она тоже вручную работой сделана посмотрите какие пуговицы у нее да тут одни пуговицы это очень выстоят это натуральная кожа вот застежка сделана с натуральной кожей конечно кнопочкой да и в принципе что и сделать ее постирать привести в порядок и летом ну я вам хочу сказать очаровашка летом да такие вещи они вообще смотрятся вот теперь смотрится итальянская компания Benetton вот такая она здесь она вся из искусственного меха сделана уже немножко с карточками но при этом вот такая вот сумка Benetton Benetton вот еще одна лохматая такая с искусственного меха сюда бы натуральную кожу натуральной меха не было бы яйцами ну наверное мы вас в очередной раз вызываем на диалог вот такая винтажная съемка Benetton 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 все-таки достаточно современные пластика на так вообще очень интересная сумка ручная работа все сделано ручными клетками то есть если вы видите фирменная сумка там париж и талия и ручная работа обязательно проверяйте сколько она может стоить на ebay потому что бывает просто уникальные вещи попадаются сейчас мы это сделаем но если она была дорогая в эти сними не стояла но это такой как потому что это все ручная работа сделала такой сарафан нам удалось найти черного цвета от фирмы гео с немецкой стоит она стоит этот сарафан 9 евро длинный наташа берет его на примерку и как последствии наверное будет покупать его ручная кстати вышивка 100 процентов крестиком сделано так смотрите вот этот черный льняной сарафан все идет по шлейке все идет ручная вышивка понятно что его нужно носить под другую мать на то что у меня под низом было или даже длинным рукам чтобы такой подобрать три четверти рукав можно подобрать в принципе как она лета вы знаете очень классный такой вариант очень такой мне скажем так он нравится даже там говорить нечего платье конечно мы тут брюки риме но при этом вот так вот она смотрится что то вы думаете по этому поводу наверняка я его буду покупать потому что вы знаете мне очень нравится как она села по фигуре мать это вышивка посмотрите какая идет просто по груди вышивка то есть вообще просто сказочная вещь вот так у меня нигде в бедрах не жмёт ничего не поднизу достаточно плотные брюки и ремень еще здесь вот поэтому вот так вот я думаю что есть смысл купить такую вещь сейчас он стоит 9 минут 30 процентов скидка почему нет правда нет состава ну по своему опыту могу сказать этого точно жесткий такой плотный лен а здесь будет как сама смесь давай мы попробуем показать целиком не знаю что это такой такой винтажный костюм шелка шелка и к нему еще и . вот такая же шелка по джинс причем пуговицы все сделаны из перламутра до единый смотри раньше что так не подделывали как сейчас все подряд просто так показываешь такая вещь можно на проверить и без на голубого цвета узла ну смотрите в баварском стиле я купила себе платье сейчас объясняю почему я узнал у нас бывает в риге проходит там праздники рыцарей наш национальный праздник у вас его накупала у нас лига я решила что сейчас со скидкой стопроцентно такой знать плотный лен вниз это смесь хлопка с льном насколько я понимаю это точно все без синтетики посмотрите рукава обалденный баварский стиль я в общем-то это платье куплю для себя но сейчас скидками 6 копейками пусть будет потому что мы с иногда семьей выезжаем на такие национальные праздники выходим где этот наряд точно будет в тему посмотрите какая интересная сумочка выполнена из натуральной кожи с тиснением со шнурками очень много декоративных элементов в этой сумке очень красиво смотрится или например другая сумка которую мы нашли в этом магазине это сумка из кожи крыка делая или возможно из кожи аллигатора сделана очень мягкая высокого качества думаю что когда-то она стоила очень очень дорого сумка явно винтажной потому что застежки такие выпускали в пятидесятых шестидесятых годах и скорее всего что наши ты животик у крокодила или аллигатора вот эта полоска которая сейчас монтажа вам показывает ее сложно чем-то перепутать на характерно только для кожи крокодила на очень ребята винтажная и качество у нее обалденно это реально из цельной кожи крокодила сумка не часто можно встретить сумку из кожи крокодила тем более такую винтажную шита она видимо вручную там нет никаких бирок фабричных но очень хорошего качества и вот столько лет прошло видите она практически не потеряла своего внешнего вида и такие сумки иногда покупают киностудии потому что для съемок фильмов требуется настоящие винтажные вещи а такая вещь которая в таком состоянии находится достаточно редко можно встретить мы эту сумку покупать не будем потому что на ebay такие сумки стоят недорого но все-таки приятно подержать руках такую интересную винтажную вещь еще одна находка этот клатч выполнен из кожи змеи полоски которые вы сейчас видите они прошиты друг другу сшиты эти полосочки это кожи змеи которые сведены друг с другом внутри все выполнено из натуральной кожи и здесь характер прикрепления этих элементов кнопок например или цепочки говорит о том что эта вещь очень винтажная и вы видите вблизи когда мы рассматриваем этот клатч то нет никаких повреждений то есть эта вещь выглядит абсолютно как новая и ворячь цветовое изделие ну и сейчас от сумок переходим к обуви посмотрите какие интересные туфли мы нашли это туфли от компании donkers это итальянская компания интересный такой вырез у этих туфель или например вот туфли от компании аврора этот босоножки на тонком каблучке ну тем не менее очень актуальными несмотря на то что они достаточно винтажные либо классические туфельки от компании это тоже очень хорошего качества выполненные из натуральной кожи ну вот вы видите какие образцы обуви представлены в этом магазине сегодня посмотрите какие мы нашли интересные ботинки это ботинки которые приехали к нам явно из германии или может быть из австрии и мы знаем что там довольно часто проходят различные национальные праздники и те кто принимает в них участие всегда одеты в национальные костюмы и конечно же без таких плотинок совершенно невозможно обойтись таких случаев мы нашли вот такую сумку понятно что она из дорогих внутри тончайшая лайкова кожа ребят серийный номер посмотрите может нам это что-то может рассказать про эту фирму может быть из вас кто-то знает что это такое сейчас вот буквально настолько работа что мы не можем найти допустим да просто пишите вот этот да вам роти эти полный по роти полмруций полмрут может быть кто ты знаешь это за фирму но выглядит она не из дешевого это раз как прошло же нас у меня со скидкой я наверное ее вальдами нет не волославие все таки думала взять мужу очень мягкая очень мягкая такая мужская сумка как она выглядит думала возьму не возьму знаете что у меня как бы для мужа привыкла вот эта вот ручка регулируемая что она темного цвета да и конечно такая сумка не просто бывает куда-то ездим и конечно мы все носим сумки через плечо что муж что я не возьму потому что мы здесь смотрите я конкретно на каком-то этом примере не такой хочу давить совет когда вы видите от каких-то компаний кока-кола пепси-кола вот когда на момент это оригинальная майка от компании пепси-кола видите она идет со всеми ценниками но если вы найдете такую вещь винтажную здесь не винтажная мы видим что штрих-код штрих-код это говорит о том что майка не винтажа но если вы находите вот такие от таких компаний винтажные вещи баночки маечки я не знаю еще там что-то обязательно смотрите пробивайте на ebay потому что возможно вы найдете очень интересную вещь на продаже потому что допустим вот такая винтажная от компании может идти за очень большие деньги там и 50 и 200 долларов на 200 год на ebay да ну здесь не должен при этом она сделана именно в винтажном стиле если вы посмотрите этот именно рекламируется пепси-кола которая была когда-то в общем то время это 70-е и 80-е годы идет но к сожалению она современная это не поделка думала что нашла находку просто вам рассказываю на примере это молкин